Итак, дорогие друзья, 8.50 на наших студийных часах. Мы с удовольствием продолжаем программу «Наше утро» Дмитрий Солдатов, Марина Гес. Давайте к последним новостям, друзья. Во время рабочего визита на прошлой неделе Алексей Текслер посетил школу в Еманжелинском районе. Это учебное заведение участник большой программы по капитальному ремонту, которая стартует в Челябинской области в конце учебного года. По этой программе в области планируют отремонтировать 17 учебных заведений. И вот подробнее на эту тему мы прямо сейчас поговорим с нашим гостем. Это Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области. Елена Александровна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем. Какие же школы вошли в ТОП-17? В ТОП-17 у нас вошли школы из 14 муниципалитетов. По две школы в Усть-Катавском городском округе и в Арненском муниципальном районе. И по одной школе Верхний Уфалей, Карабаш, Златоуст, Копейск, Озерск, Сим в Ашинском районе, Имманжелинский район, Еткульский район, Картолинский район, Октябрьский, Пластовский, школа Бакалов, Садки и Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат. Вот весь перечень объектов, которые вошли в эти 17. Елена Александровна, а вот каким образом проводился отбор этих школ? Наверняка же очень многие школы хотели отремонтироваться, правильно? Очень большой действительно был спрос после того, как было заявлено президентом о том, что у нас появляется новая программа, но были заведены условия. Обязательным условием было наличие сметной документации, которая размещена в форме федерального статистического наблюдения. У нас есть такая форма, ее школы заполняют ежегодно в апреле месяце, где они обозначают все свои технические условия, материальные условия и так далее. И в том числе обозначают потребность в ремонте. Вот такая потребность у нас была заявлена у 45 школ, из них 4 школы уже вошли в разного вида ремонтные работы по другим мероприятиям. Осталось 41 школы, и из этой 41 школы сметная документация к моменту вхождения в заявку имела положительное заключение экспертизы. Именно поэтому только 17 школ, у 41 потенциальная и 41 потенциальная у нас вошли в этот перечень. То есть это обязательное условие наличия в этой форме федерального статистического наблюдения. Сколько по времени будет длиться эта история с капитальным ремонтом? Будет ли ремонт разделен на этапы или за лето, за три месяца все будет готово к новому учебному году? Средства выделяются на один финансовый год. То есть в данном случае они на этой неделе встают в муниципальные бюджеты. То есть сначала федеральный бюджет в последние числа прошлого года. Поэтому когда завершены были все процедуры только в этом году. Поэтому сейчас только деньги появляются муниципалитетов. И они начинают конкурсные процедуры. Обязательно на аукцион, на торги. Обязательно через специальный центр. У нас есть такое учреждение, которое называется Центр организации закупок. Они выставляют статистическую документацию. Дальше выходят на торги подрядчики, те, кто хотят в этом аукционе поучаствовать. Затем заключаются контракты. То есть это такая длительная процедура. Поэтому ремонтные работы предположительно начнутся где-то в конце учебного года. И за летний период подавляющая часть работы должна быть выполнена. Понятно, у школы разный объем работ. Разное время это займет. Но тут очень много будет зависеть как раз от этой начальной части прохождения торгов и заключения контракта. Под капитальным ремонтом, как мы понимаем, для нас капитальный ремонт, это когда полностью замена происходит. Сносят школу и строят ее заодно. Не сносят, конечно, школы. Но если сносят школы, это уже реконструкция или строительство. Здесь капитальный ремонт все-таки предполагает. Это замену сетей, например, электрики, трубы, водоотведение, канализация. Это может быть замена крыши, ремонт перекрытий. Это может быть подвальные помещения, цоколь, фасад, крыльцо, входная группа. Ну и, конечно, все ремонтные работы внутри. Например, спортивный зал, пищеблок, учебные помещения, рекреации и так далее. Ну и, кроме того, обязательным условием является еще это обязательное требование. Оно выполняется за счет средств уже областного бюджета. Это наши обязательства. Это благоустройство территорий и средства защиты. То есть забор ограждения поправить не обязательно нужно будет или сделать новым. Какие-то иные средства защиты, организации, как мы называем, антитеррористической защиты. Вот это те требования, которые нужно выполнить. Ну, а набор, конечно, у каждой школы разный. У кого-то сети хорошие, они будут ремонтировать помещения. Елена Александровна, вот вы сказали, что это все-таки такое длительное удовольствие. Скажем так, в кавычках. Но еще ведь очень многое зависит от подрядчика. Естественно, не будут все подстраиваться под летние каникулы детские и так далее. И еще же мы прекрасно понимаем, подрядчик может начать. У него будут там определенные какие-то условия, временные границы и рамки в том числе. Но бывают и не совсем хорошие подрядчики, которые и срок растягивают. Абсолютно правы. И мы много негативных примеров этому знаем. Поэтому это мероприятие на контроле буквально у всех. Я думаю, что подрядчикам не дадут возможности баловаться и не выполнять то, по чем они подписались в контракте. Потому что контроль будет вестись и как с уровня исполнительной власти, так и непосредственно из самой образовательной организации родителями, учащимися. Это тоже такое требование этого проекта, чтобы родители активно участвовали во всех процедурах, связанных с организацией торгов и уже с контролем за выполнением работ. Особенно, чтобы это было очевидно для всех. Поэтому, я думаю, перед общественностью наши подрядчики, наверное, все-таки спасают. Потому что когда родители будут активную позицию занимать... А родители будут занимать в данном случае очень активную позицию. У нас в этих школах уже созданы штабы родительского контроля. Они вошли в областной штаб родительского контроля. Все 17 учреждений такой штаб имеет. Поэтому они сейчас уже достаточно активно вместе с администрацией школы участвуют как раз в подготовке этой технической документации для того, чтобы выйти на торги. Ну, естественно, и дальше будут контролировать. Но, скажу, главное важное, что беспокоит родителей. Образовательный процесс будет вестись в любом случае. Если его невозможно будет организовать на площадях школы, он будет организован в других помещениях. Если есть, например, иная школа в этом муниципалитете, в этом населенном пункте, или, допустим, детский сад, например, какую-то группу освободят, дворец культуры, дом культуры, клуб, библиотека, какие-то приспособленные помещения. Конечно, максимально работы хотелось бы сделать в летний период. Но есть очень объемные работы, которые точно понятно, что они за три месяца же при идеальной организации просто выполнены быть не смогут. Поэтому у нас уже сейчас по каждой школе есть полное понимание, где будут учиться дети. И эта информация полностью будет доведена, естественно, до родителей, для детей, до педагогического коллектива. Это ведь тоже немаловажно, как организовать образовательный процесс. Поэтому первоочередное здесь, конечно, правильно все организовать с точки зрения учебы детей, чтобы ни в коем случае не пострадал учебный процесс, летний период не пострадал. Понятно, в каких-то школах была итоговая аттестация запланирована, пункты проведения экзаменов переносятся. В некоторых школах летние лагеря, которые тоже не будут организованы в этом году здесь, будут в каких-то других помещениях. Вот эти все вопросы сейчас как раз отрабатываются, чтобы уже к концу, к маю, когда начнутся активно эти работы, чтобы у нас не было никакого непонимания у родителей, у педагогов, у учащихся. Елена Александровна, вот вы сказали, в любом случае процесс будет продолжаться, если что, в крайнем случае будут искаться другие помещения. Они уже ищены. Да, они уже ищутся, но это естественно, потому что нужно заранее знать. А, допустим, не рассматривается дистант всеми любимой? Ну, вы знаете, мы же все-таки очно обучаем детей, поэтому приоритет в любом случае очному обучению дистант возможен только в том случае, ну уж когда совсем-совсем не будет никаких условий. Но во всех этих случаях, вот в тех школах, о которых 17 мы говорим, возможность организации очного учебного процесса есть у всех. Спасибо. Спасибо вам большое, Елена Александровна. Мы напомним, с нами на связи была первая... И мужчинство с настоящим праздником. О, спасибо большое. С нами на связи была первая заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Александровна Коузова. Ну, все, Марин, я думаю, что ты спокойна. Нет, я действительно спокойна. Ведешь свой отряд родителей спокойненько. Я думаю, что многие родители успокоились. Дорогие друзья, ну а мы вынуждены попрощаться со зрителями телеканала ОТР. Смотрите нас в социальных сетях во Вконтакте и в Одноклассниках. Ну, а зрителям телеканала ОТВ мы еще расскажем доброе утро. Совсем скоро, буквально через небольшую паузу.